девчули и мальчишки привет привет уже прям не знаю что сделать с этой нашей прилагающими не обессудьте это уже вообще смешно а что делать не знаю как уже поступать не знаю как ваши дела все хорошо у вас все нормально здоровье ваше мир оба на таки челырым я не бежимки и youtube и чем белье бещера на койду к бра сором карте о поездок будем без этой бещерники а ты идеал да или сады курит и бещерологи мои дорогие сегодня у нас мил идеал просто погрызем прям вот только пришла и соскучилась хочу в мелочек хай майдер хайл сайт хай еще кто-то там у меня был забыла следующее видео передам привет ну что погрызем через давать в мокром виде прям пахнет влагой он после дождя запах мокром виде а а а а а а а Нем кокосовар. Нем кокосовар. Жирненький. Абсолютно не напудренный. Шумы немножко, извиняюсь. У мамы дома тихо не бывает. Берас яглы. Берас серт. 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 жирненький а яблочки то молодильный яблочки то Немножко слючий. Так давно жирный мел не ела, жирненький. Прям другой структура, другая. Вкусный. Прям другой структура. Прям другой структура. Крупиночка помягче. Прям другой структура. Вот жирненькая и наелась сразу. Ну, она такая, знаете, гладенькая, приятная. Я его, наверное, очень давно пробовала. Ну, у нее вот маленько вкус есть. Мал Михайловский, вот я пробовала, он вообще безвкусный просто. Хотя, Мал Михайловский, я тоже люблю, один из моих любимчиков. И у него вкус маленько под белкой отдает. Но вот этот, не знаю, почему-то безвкусный пока. Проявится ли вкус даже неизвестно. Вот. Дорогие мои, спасибо вам большое. Но сейчас еще съем молодильное яблоко. Надеюсь, завтра еще моложе буду. Вот. Такая размечталась, да? Ну, кто его знает. Так что вот так. Есть вопросы. Ой, кто-то меня просил поесть мокрый мел. Ой, поем, конечно, ради вас я поем. Но, честно скажу, у меня от него рефлекс не принимает. Я его не могу проглотить. Вот. Если хотите, поем, но придется не глотать. Потому что я не знаю, почему я мокрый мел не могу кушать. Просто неприятно мне его вообще по борту даже держать. Хотя сухой мел ешь и запиваешь водичкой, да? Вот. Если по сути-то. Но не могу есть мокрый мел. То есть даже проглотить не могу. То есть могу его пожевать. А проглотить вот просто не идет. Не знаю, почему. Но я постараюсь. И еще попросили кашу из мела. Наверное, сейчас мелоежки все будут кушать то, что я говорю. Обычно так. Вот. И каша из мела будет завтра у кого-нибудь. Наверное. Вот. И мокрый мел будет у кого-то. Я заметила, что есть такое. Но ничего. Зато другие, может быть, вкусно покушать. Посмотрите их. Может аппетитнее будут кушать. Кому-то же нравится из мелоежек такое. Я думаю, что они будут с большим аппетитом это кушать. Чем нежели я. Потому что я не очень люблю мокрый мел. Вот. Поэтому. Кто его знает. Но я кашицу из мела. Как меня попросили. Конечно, я его тоже поем. Но вот тоже с глотанием немножко будет проблемам. Потому что она мокрая. Я же в прошлый раз, помните, у меня есть одно видео. Но вот как-то было сложно мне с этим. И вот оно, я не могу забыть его, понимаете. Оно вот. Остается у меня вот это вот, что было неприятно. И остается надолго вот здесь закладывается. В общем, есть такое. Я постараюсь для вас поесть небольшое количество. Завтра, дай бог, что-нибудь сделаю. Может быть, из мела. Но крошек у меня не осталось. Я их использовала в прошлый раз, когда снимала видео. Крошек было вообще мало. Но придется подолбить молоточком. Это очень хорошо. схеме уру он иконы шер шан беремки отдать и башка беды риге биллер а в бенки бирать я не третим марш у города сапу лунча бирать и миг здоровую и оба на он и селера мои дорогие спасибо вам большое ваши просьбы я буду стараться обязательно как бы можете писать просить это не проблема единственная проблема с мокрым мелом а вот а так проблем нет то что у меня есть я погрызу конечно кто-то попросил чуиску чуиска у меня нету чуиска есть у меня в турции здесь я не стала покупать и потому что она нет смысла у меня здесь целая коробка еще и надо это все перевести в турцию даже не знаю как сегодня слава богу увидела человека с турции который тоже сюда приехал и отдала ему отправила вот сейчас три килограмма и огур забери пожалуйста в турцию ну конечно не бесплатно килограмм по 6 долларов вот три килограмма сейчас отправил дома хоть три килограмма пусть уедут а то у меня здесь на все 40 килограмм есть если не больше вот ну ладненько целую вас спасибо вам за просмотры за лайки и за все остальное вот люблю вас ценю уважаю здоровьем желаю так напомним